Я приветствую тебя, путник. Сегодняшняя история называется «Ночная встреча». Автор истории – «Unknown Hero». Становилось ощутимо зябко, и Павел посильнее натянул шапку на голову. Парень не любил осень хотя бы за то, что именно в сентябре ему снова приходилось ходить на занятия в институте. А уж если и погода становилась таким откровенным дерьмом, как сегодня, то он и вовсе ее откровенно ненавидел. Днем еще было тепло, а вот под вечер начал задувать порыистый ветер, который так и норовил забраться под одежду. Сидя на скамейке во дворике своей девушки, Паша подумал, что совершенно зря не одел сегодня еще и свитер под курку. В легком джемпере и ветровке поверх нее было уже ощутимо холодно. Впрочем, ждать оставалось, скорее всего, не особенно долго, и парень всячески бодрился в ожидании Кати. Павел прогонял в голове этот разговор уже бесчисленное количество раз. Он скрупулезно перебирал все фразы, которые он должен был сказать своей девушке, чтобы та сменила гнев на милость. Они, конечно, ругались и до этого случая, но сейчас все было несколько серьезнее. Паша еще никогда не видел, чтобы Катя кричала на него матом и при этом рыдала в два ручья. Ссора вышла страшной и довольно продолжительной, учитывая, что девушка игнорировала его уже целую неделю. На столбе недалеко от скамьи, где засел влюбленный, покачиваясь, горел фонарь. Он освещал небольшую площадку рядом со столбом, на котором висел, и Паша отсюда было хорошо видно из окон многоквартирного дома. Катя не брала трубку и не отвечала на сообщения, но парень и не думал сдаваться. Он оставил сообщение на автоответчик девушке, что будет сидеть под ее окнами всю ночь, до тех пор, пока они не поговорят. После этого звонка прошло уже почти полтора часа, и Павел начал было подумывать, что эта затея была откровенно дурацкой. Катя не выходила, и парень мысленно представлял себе картину, как его девушка сидит в своем кресле, укутавшись в плед и залипает в своем ноутбуке. «Ничего, ничего, еще чуть-чуть и ты выйдешь», – процедил сквозь зубы Паша, пытаясь подбодрить себя. Он был довольно-таки рослым 19-летним парнем, плечистым и крепким, а значит продержаться тут ночь для него была парой пустяков. Активные занятия борьбой и гиревым спортом выработали в парне характер, и отступать он не планировал. В конце концов, на любви и на войне все средства хороши. Когда в кармане завибрировал телефон, парень аж вздрогнул. Он торопливо зашарил руками, пытаясь достать треклятый аппарат. Как назло, руки на холоде совсем задубели, и пальцы никак не хотели слушать хозяина. Все-таки надо было взять перчатки. Вопреки ожиданиям, звонила не Катя, а мама. Павел знал, что сейчас она начнет расспрашивать, где он и когда собирается домой. Поэтому он сразу же выдохнул, готовясь к разговору. Отца у него не было, и мама растила его одна, пытаясь дать своему ребенку все самое необходимое. Павел это ценил и старался с матерью не ссориться. Но в последнее время она слишком сильно аккомпостировала ему мозги, и иногда сдержаться было трудно. Он и сам прекрасно понимал, что у него остались хвосты после прошлогоднего семестра, и их надо спешно закрывать. Но только окунаться в забрежку всех этих предметов ему совсем не хотелось. И именно поэтому мать наседала на него каждый день. Самое обидное, что предметы-то были совершенно ненужные. Вот почему в педауниверситете, на факультете физической культуры, нужны экзамены по математике и физике. В школе от них башка кругом шла, а теперь еще и после нее. «Алло», — сказал парень, нажав на кнопку вызова. «Алло, Паш», — раздался голос матери в трубке. «Ну ты где? Время уже позднее. Я что-то так разволновалась». «Мам, я сейчас у Кати. Скоро буду», — буркнул в ответ Пашка. «Кате тоже пора уже спать. Время почти двенадцать, Паша. Тебе завтра в институт идти, и твоя голова должна быть свежей». Потом у матери парень понял, что она явно настроена серьезно. «Я совсем уже вся изнервничалась. На улице холодина такая, а ты в легкой куртке вышел». «Хорошо, мам. Скоро буду», — сказал Пашка, не желая ссориться. «Еще чуть-чуть и домой». Мать ответила с небольшой паузой, из чего парень сделал вывод, что она явно прикидывает, врет он или нет. «Хорошо, сынок», — наконец сказала она, и парень нажал на кнопку сброса. Но все прошло не так уж и плохо. Понятие «чуть-чуть» было довольно растяжимым, и могло значить как полчаса, так и несколько часов. В любом случае, парень уже твердо решил, что Кате он дождется по-любому и отступать не планировал. Заняться в пустом дворе было особо нечем, и поэтому парень просто залипал в своем смартфоне. Лента новостей так и пестрила самыми разными постами, фотографиями и смешными видеозаписями. За просмотром подобного контента прошел почти час, и Паша уже ощутимо надоело пялиться в экран телефона. Он снова набрал номер Кати и терпеливо слушал гудки, которые раздавались в трубке. Прошло меньше полминуты, как из динамика донесся такой родной когда-то голос. «Алло?» От волнения у парня даже как-то сперло дыхание, но он смог взять себя в руки. «Алло, Кать?» «Привет, это я, Паша», — запинаясь ответил парень. «Я поняла. Чего тебе?» — грубо спросила Катя. Надо признаться, от такого холодка в ее голосе Павел даже растерял уверенность на какое-то время. Все заученные ранние слова тут же испарились из головы так, словно их там никогда и не было. «Я поговорить с тобой хотел. Мы это разругались, что-то как-то не очень. И это, ну, я хотел обсудить, типа...» Наконец смог более-менее сформулировать свои мысли парень. Его сердце билось в груди как ошалелое от осознания того факта, что Катя наконец-то соизволила ему ответить. «Значит, все-таки шанс еще есть». «И о чем нам говорить, Паша? Мы все уже друг другу сказали. Ты ведь понимаешь, что между нами все кончено, да?» Вот после такого в животе у парня словно скрутился такой узел. Он, конечно, допускал такую мысль, но все равно до последнего надеялся, что такая фраза не прозвучит. «Блин, Кать, ну чего ты? Давай поговорим нормально». «Выйди ко мне, пожалуйста, хоть на минуту», — сказал Паша. С одной стороны, было неприятно так гнуться перед девушкой. Однако с другой, если не принять срочных мер, то, скорее всего, с Катей ему придется распрощаться. Допускать этого Паша никак не хотел, и поэтому был готов идти на любые меры. «Если спустишься и поговорим нормально, а мнение ты не поменяешь, то я больше тебя доставать не буду. Вот просто исчезну из твоей жизни, Кать». Налет трагичности всегда действовал на телок, это Паша понял еще в школе. Вот и сейчас он решил изображать убитого горем влюбленного, который через все трудности и препоны пытается восстановить их отношения. Катя ответила не сразу. Какое-то время она раздраженно сопела в трубку. «Хорошо, Паша, я выйду сейчас. Мы с тобой обсудим этот вопрос в последний раз», — наконец сказала она и бросила трубку. Все прошло не так гладко, как планировалось, но это было уже что-то. Паша убеждал себя, что от неожиданности растерялся, и поэтому так сплоховал в разговоре. Конечно, Катя, студентке филфака, находить самые различные формулировки и прочие метафоры была куда проще, чем ему. Вот только парень всегда уповал на свое природное обаяние, которое обязательно должно помочь ему убедить девушку сменить гнев на милость. Десять минут, которые прошли с момента звонка, показались Павлу десятью часами. Он остоптал все ноги, нарезая круги перед дверью подъезда. Раз за разом он прокручивал все заготовленные заранее аргументы, чувствуя себя как студент-двоечник перед устным ответом на экзамене. Катя вышла, и по ее лицу парень понял, что придется ему очень тяжело. Вообще, Павел всегда поражался тому, как его девушка могла делать суровое лицо. Учитывая ее небольшой рост, миниатюрную фигурку и большие глаза на овальном личике, такой финт казался очень трудным. Однако сейчас по ее плотно сжатым губам и неприязненному взгляду, Паша понял, что придется туго. «Привет, Кать!» – делано бодро, сказал парень. «Угу», – кивнула девушка. «Чего хотел? Я тебе уже все сказала, и ничего нового ты не услышишь. Так что зря ты тут мерзнешь и на жалость давишь». Паша сконфузился ненадолго, но быстро пришел в себя. «Да я понял, но все равно не могу вот так просто взять и порвать наши отношения. Ты ж тогда разозлилась сильно, ясное дело, и было отчего». «Короче, сходил я к нему и извинился. Так что мировую мы вроде как заключили», – выдал парень. Катя посмотрела на него чуть пристально, и, казалось, холодка в ее взгляде стала чуть меньше. «Ты меня тоже пойми, Кать, я аж как увидел Мишу, который вокруг тебя скачет, у меня аж башню сорвало. Перед глазами туман, и даже помню все смутно», – продолжал Павел, почуяв намек на успешное завершение переговоров. «Может, даже поцеловать себя даст». «Да видела я Антонов, Миша мой одногруппник и просто подарил мне шоколадку, и все. И если бы не ты, я б, наверное, внимания-то на это не обратила», – скрестила руки на груди Катя. К слову сказать, Павла тогда накрыло знатно, да и на самом деле было отчего. Пусть Катя и говорит, что это просто одногруппник и все такое прочее, но Паша явно видел, чего добивается этот хмырь. Постоянные лайки в инстаграме, ненавязчивые сообщения со смешными видосами. Миша и раньше ему не нравился, уж тот день вообще выбесил. Паша подкараулил незадачливого Ромео на улице после занятий и так отмутузил, что тот даже угодил в травмпункт сотрясения. Парень сначала испугался, что Миша накатает на него заяву и придется распрощаться и с Вузом, и с Катей, и с другими перспективами. Однако этот паренек почему-то не стал никуда кляузничать и соврал, что не помнит, кто его избил. Это Павел узнал уже, когда пришел к нему в общежитие, чтобы попросить прощения. А если уж быть честным, чтобы разведать, как там дела у избитого и что он собирается делать. Удостоверившись, что никакие заявления Миша писать не хочет, Павел успокоился и, попросив прощения, отправился к Кате. Ведь раз уж фартануло с парнишкой, то и Кате наверняка сменит гнев на милость, и все у них будет по-старому. «Ну так что?» – спросил Павел и позволил себе улыбнуться. «Ничего, Паша. Я уже давно хотела тебе это сказать, но все никак не решалось. А после того, как ты избил Мишу, я все поняла окончательно. Мы с тобой больше не пара, я больше не твоя девушка. Прощай». Слова ударили очень больно. Паша даже сам удивился, насколько его ошарашил ответ Кате. Он никак не мог предположить такой вариант развития событий. «В смысле?» – тупо спросил он. «Впрямом», – сказала Кате и, быстро развернувшись, направилась к двери подъезда решительным шагом. Павел был настолько удивлен, что даже не смог заставить себя догнать девушку. Он очнулся минут через десять и вдруг отчетливо понял, что стоит посреди двора совершенно один. «Да и пошла ты, дура!» – крикнул парень куда-то в темноту двора. Парень медленно брел по двору, раздумывая над словами Кати. Она разозлилась на него из-за Миши и порвалась с ним. Вот только из ее слов следовало, что собиралась она это сделать уже давно. Стало быть, морду этому прохвосту он набил все-таки не зря. Может, даже это можно проделать еще разок. Странное дело, еще совсем недавно он был сам не свой из-за ссоры с девушкой, а теперь ощущал странную пустоту. Такую, словно будто что-то оборвалось внутри и теперь там взъела страшная пропасть. Где-то вдалеке слышались обычные звуки города. Машины, музыка, даже людские голоса. Странно, неужели кто-то еще ходит по улице в такое время? Мысль о том, что сейчас некоторые могли вполне себе жить своей жизнью и радоваться своим мелочам, даже как-то удивила парня. Из-за собственного потрясения ему казалось, что и у остальных не может быть поводов для счастья. Абсолютно машинальным движением он достал смартфон и открыл книгу контактов. Имя Кати было первым в списке и это почему-то разозлило Павла. Одно только напоминание, а теперь уже бывшей девушке вызывало ярость. Даже как-то странно было вспоминать, что совсем недавно он только и думал о том, чтобы вымолить у нее прощение. Да пошла она нахер! Вечно правильная, самая умная истезнающая Катя! Пошла она! Не понравилось ей видеть ли, как он Мишеньку обидел. Ну и фиг с тобой, дура! Павлу вдруг резко захотелось оказаться в чьей-либо компании, рассказать кому-нибудь о случившемся. Он перемотал список имен на Диму, своего лучшего друга. Они были знакомы еще со школой и уже тогда были не разлей вода. Дружба наверняка найдет нужные слова, чтобы подбодрить его. В телефоне раздались длинные гудки и Паша почувствовал, как раздражение постепенно нарастало в груди, превращаясь в какой-то комок бесформенной злобы. Сначала его девушка решила порвать с ним, теперь еще и до лучшего друга дозвониться не получалось. Время, конечно, было позднее, но Димон никогда не отличался привычками рано ложиться. Именно поэтому Павел перезвонил ему еще два раза. Ответом были лишь гудки, равнодушно доносившиеся из динамика телефона. Твою-то мать! Скорее всего, Дима зависает у какой-то очередной пассии, другой отмазки для друга Павел придумать не смог. Определенно, это была дурацкая неделя. Проблемы с учебой, драка с этим хмырем Мишей, внезапное расставание с Катей. Все это разом навалилось на Павла и навевало на него не самые радостные мысли. Из окна какой-то квартиры доносился звук телевизора и чей-то смех. Павел сейчас искренне завидовал этому счастливчику, который сидит у себя в тепле и пялится в ящик. Наверняка и с девушкой у него был полный порядок. Наверное, именно злоба на всю ситуацию в целом и желание хотя бы поговорить с кем-нибудь толкнули его на этот шаг. Павел не часто звонил Оле, в основном только когда ему было одиноко или попросту хотелось секса. Она училась на курс помладше и была в него влюблена. Ольга не бегала за ним, не писала любовный смс, но Паша знал, что сильно нравится ей. Иначе как объяснить, что она каждый раз соглашалась на их встречи, хотя и знала про его девушку. Каждую их ночь, когда они лежали в постели, шумно дыша после страстной любви, Оля говорила, что это был последний раз и больше она никогда его не пустит в свою жизнь. Однако, когда Павел звонил в очередной раз, девушка не могла ему отказать, и они снова встречались у него на квартире. В какой-то момент червячок сомнений шевельнулся в сознании Павла, и он даже подумал, что поступает нечестно с девушкой. В последнее время он частенько подумал об этом, ведь не могло же так длиться вечно. Хотя, с другой стороны, у Оли было очень хорошо с ним. В таких вещах Паша разбирался, позволял опыт отношения с девушками. Он приходил к ней, они болтали, пили чай или вино, занимались сексом, разговаривали, потом снова занимались сексом. Идиллия ведь! Пальцы привычными движениями набрали имя Оли и нажали на вызов. Гудки длились недолго. Алло? Раздался хрепловатый голос девушки. Привет, Оля, сказал Павел, стараясь передать своему голосу спокойствие. Сделать это было несколько трудновато из-за бури, что сейчас гремело в его душе. Чего надо? Резко спросила Ольга. То он ее голоса не понравился парню. Нет, она, конечно, и раньше выдавала такие номера, обижаясь на него, когда Павел пропадал надолго. А сейчас, казалось, все телефонные разговоры с девушками начинались как под копирку. Да вот, соскучился, подумал позвонить, спросить, как дела. Так же спокойно сказал Паша. Что? Опять потрахаться захотелось? Желчим пошутила Ольга. Оль, ну зачем ты так? Реально соскучился и позвонил спросить, как дела. Дела нормально. Парень у меня теперь появился, Пашенька. Так что в ваших услугах больше не нуждаюсь, усмехнулась Ольга. Не звони мне больше, окей? Это было что-то новенькое. Паша не знал, как реагировать. Он привык, что Ольга обижалась на него и всегда первое время морозила, но потом неизменно оттаивала, и он в итоге приезжал к ней на ночь. Теперь же, судя по всему, все было серьезно, и Ольга реально стала недоступна для него. Дурацкий день. А, вон как. Павел сильно постарался, чтобы его голос звучал ровно. Ну что ж, поздравляю тебя. Желаю счастья в личной жизни и все такое. Ага, спасибо. Пока. Вслед за этим девушка сбросила вызов, и Паша оставался лишь слушать гудки. Денек был действительно дерьмовым. Теперь у Павла окончательно испортилось настроение, а в душе буквально бушевал ураган. Девушка бросила. Лучший друг пропадает неизвестно где. Ольга тоже обломила и послала куда подальше. Откровенно говоря, Павел даже не мог и припомнить, когда ему еще было так хреново. Казалось, весь мир был настроен против него, и от этого становилось еще более гадко. При этом мысли о том, что он сам в этом виноват, парень совершенно не допускал. Дул прохладный ночной ветер и становилось ощутимо холоднее. Парень засунул руки в карманы, чтобы хоть немного их согреть. Он шел быстрым шагом, словно бы он мог убежать от всей этой дурацкой ситуации. На какое-то время это помогло, так как парень полностью сосредоточился на том, чтобы переставлять ноги как можно чаще. Однако потом мысли снова накатывали на него буквально волна за волной. Самое смешное заключалось в том, что вся эта байда началась с Миши. Этот хлыщ бесил его буквально с первой встречи, и его явный интерес Кате не давал покоя Павлу даже сейчас. Кто знает, может после расставания с ним, девушка бросится к бедному и сбитому Мишеньке, чтобы утешить его. Тьфу ты! Одна мысль об этом вызывала приступ такой ярости, что Паша даже выругался вслух. Все-таки надо было сильнее навешать уроду и плевать на последствия. Сейчас Павла мало беспокоили такие вещи, как отчисления из университета и возможные проблемы с полицией. По идее можно было выцепить этого додика после больницы и еще раз потолковать с ним. Городок у них был не особо большой, однако криминальных районов вполне себе хватало. Ни дня не проходило без новости о том, чтобы кого-нибудь не избили или не ограбили. Спрятать лицо, налететь и отметелить этого Мишеньку, чтобы не повадно было. Павел невольно вспомнил тот случай, когда они прошлым летом гуляли с Димоном неподалеку от кинотеатра, в одном из неблагополучных районов. Они тогда хорошо выпили и были в общем-то не особо адекватные. В тот вечер им подвернулся какой-то бродяга, который имел неосторожность попросить у них мелочи. Парни естественно послали его в пешее эротическое путешествие, добавив еще пару матерных фраз о том, что бомжу надо идти искать работу, а не выбираться по улицу. На этом бы все и закончилось, если бы бездомный не ответил им на это ругательством. Сейчас воспоминания о том, как они пинали съезжившееся на земле тело, даже как-то подняли настроение. Павел серьезно занимался борьбой, Димон тоже был спортивным парнем, так что досталось тому бомжу изрядно. Мысль оформилась в голове мгновенно и как-то сама собой. Павел почувствовал, как сердце забилось быстрее, и вся его злоба наконец-то оформилась и приобрела некую цель. Понятие гоп-стопа уже потихоньку уходило в прошлое, но кто сказал, что окончательно? Ошадиловита подобрался и внимательно осмотрел двор. Никого не было видно, и парень решил пойти дальше. По соседству был менее заселенный дворик, но зато там стояли старые бараки, где сшивались местные алкашня. Идея о том, чтобы навешать лещей местным пропойцем и выпустить таким образом пар, мгновенно завладела сознанием парня. Поэтому он быстрым шагом направился в сторону нужных строений. Дорога заняла от силы минут 10, и когда Паша наконец добрался до нужного ему двора, тот встретил его темнотой и безмолвием. Фонари здесь не горели, и освещение падало лишь от окон жилых квартир. Здесь было два многоэтажных дома, расположенных под прямым углом друг к другу, а оставшиеся пространства занимали бараки, которые плавно перетекали в пустырь и свалку. Не самое приятное место для ночных прогулок, но сейчас это было именно то, что нужно парню. Ярость подпитывала его и заглушала голос разума, который настоятельно не рекомендовал соваться в эту дыру. Сейчас Паша удивился тому, как он смело вышагивает по асфальту, ничуть не страшась возможных противников. Когда они гуляли с Катей, она всегда избегала таких маршрутов, которые проходили бы рядом с бараками. Она до смерти боялась всех этих алкашей, которые крутились тут днем, и даже заверения Павла о том, что он скрутит любого пройдоха в бараний рог, никак не могли заставить девушку забыть про страх. Однако этой ночью парень сам превратился в охотника и невольно наслаждался этим чувством. Он старался внимательно слушать и осматривать окрестности, чтобы не упустить никакого движения. Заходить в абсолютно темные здания деревянных бараков совсем не хотелось, ведь кто его знает, сколько там может быть этих ублюдков. А вот выцепить шатающихся выпивох на улице было уже совсем другим делом. Такого выпивоху можно от души отметить, не опасаясь ударов спину. Главное быть внимательным. Света падавшего из окон квартир было недостаточно, чтобы нормально освещать двор, и Павлу приходило сильно напрягать глаза, чтобы различать предметы. Ночь, как назло, была безлунная, и без источников света рассмотреть, что именно происходит, было очень трудно. Он даже дважды споткнулся в темноте о какие-то кочке, и лишь усилием воли не ругался громко вслух. Нельзя было, чтобы его услышали. Злоба нарастала в нем, и теперь напоминала какой-то костер, который жаждет перекинуть свое пламя на первого попавшего себе де лаку. Парень твердо решил, что кем бы ни был этот несчастный прохожий, получит он сполна. Однако двор как будто вымер. В бараках и вовсе не горело никакого света, и можно было лишь различить какие-то смутные очертания в темноте. В квартирах тоже постепенно выключали свет, и все погружалось во мрак. Паша чуть было не рычал от досады, и метался по довольно таки обширному двору в поисках жертвы. Постепенно злость в нем утихала, а общая усталость навевала мысль о доме и кровати. Может все-таки это была дурная идея отправиться в эти дворы? В конце концов, пар можно выпустить и другими методами. Павел уже почти решил плюнуть на всю эту затею и отправиться домой, как вдруг услышал грохот в другом конце двора. Вернее, это был даже не грохот, а скорее звук упавшего мусорного бака у подъезда или чего-то подобного. Сердце загромыхало в груди с бешеной скоростью, и Павел почувствовал, что у него даже вспотели ладони. Он ведь уже почти ушел, потеряв надежду отдубасить кого-нибудь в этой дыре, безмолвно соглашаясь с тем фактом, что ему в этот день не везет на всех фронтах. Однако этот звук снова разогрел в нем злобу. Наверняка это какой-то алкаш грохнулся на землю и опрокинул мусорный бак. Тупой урод нажрался настолько, что даже на ногах устоять не может. Это, конечно, будет скучновато, но на безрыбье и рак рыба. Павел осторожно двинул в сторону раздавшегося звука, стараясь идти тихо. К счастью, он шел вдоль многоэтажки, в которой еще горели огни, и частично двор с этой стороны был освещен. Можно было разглядеть бордюр вдоль асфальтовой дорожки, какие-то кусты вдоль стен дома и лесенки перед подъездами. Скамейк здесь не было, наверняка из-за местных алкашей, которые непременно облюбовали бы их как свои спальные места. Подмечая все эти детали, Паша даже почувствовал себя каким-то городским санитаром, который борется с грязью и нечистотами в городе. Эти ублюдки же всем мешали. Что с того, что одного из них поколотят как следует? Может, это даже напугает остальных, и они станут себя вести более смирно? Парень понимал, что это все просто отговорки, но любопытство и желание на ком-то сорвать злость перевершило все остальные доводы. Он продолжал идти вперед. Он не знал, сколько уже прошло времени, когда послышался шум какой-то возни и непонятное пыхтение. Павел почувствовал прилив адреналина и теперь шел уже выпрямившись во весь рост. Он уже мог разглядеть какую-то непонятную фигуру в мешковатом пальто или куртке, которая сопела и кряхтела, пытаясь тащить мешок. То есть Павлу показалось, что это был мешок, так как эта часть двора уже была почти не освещена, и нормально разглядеть все не представлялось возможным. Наверняка какой-то из местных заблудык спер что-то и теперь тащит свою нору. Сейчас-то он, конечно, поймет, что делать такие вещи нельзя, ведь Павел уже практически подошел к бедолаге вплотную. Пашка не знал, что заставило его установиться в последний момент. Он шел твердым и уверенным шагом, и уже хотел было окликнуть в опивоху, чтобы тот повернулся к нему. Почему-то не хотелось просто слепую набрасываться на алкаша, а именно дать ему осознать, что он сейчас выхватит люлей. Однако почему-то Паша тормознул. С его губ уже был готов вырваться грозный окрик, а нога готовилась дать смачного пинка за булдыги, когда какой-то неведомый инстинкт вдруг завопил внутри. Странное и смутное чувство, которое мгновенно задвинуло злобу и обиду на весь мир куда-то очень глубоко. Вместо ярости пришел безотчетный страх, или вернее какое-то сильное опасение. Забавное дело, что даже спустя столько веков, человек вполне себе сохранил старые инстинкты пещерных людей, которые сигнализировали об опасности. Один из таких инстинктов как раз так и не дал Павлу окликнуть алкаша. Сначала он растерялся от столь смешанных чувств и буквально застыл на месте. Получалась да нельзя глупая ситуация. Какой-то алкаш, пыхтящий от своей мешком, и стоящий прямо за ним здоровенный парень, который не знает, что ему делать дальше. Павел не мог рассмотреть, что именно там делать за булдыга из-за темноты, но постепенно его осознание начало посылать тревожные сигналы мозгу. Что-то с этим колдырем явно было не то. Были видны очертания его грузного тела, накинутая поверх то ли шуба, то ли какой-то старый облезлый плащ. Потом к его пыхтению прибавилось деловитое причмокивание. Павел вдруг почувствовал, как сердце пропустило удар. Он не мог объяснить, что именно его так сильно напугало, но видимо глаза выхватили из всей этой картины вещь, которую подсознание автоматически определило как некую угрозу. Даже выходя на борцовский ковер против заведомо более сильного противника, Павел никогда не чувствовал такого страха. Потом случилась вещь, от которой у парня чуть ли не случился сердечный приступ прямо там. Алкаш поднял свой мешок и одним движением закинул его на плечо. Сделал он это не особенно аккуратно, так как из мешка что-то выпало. Прямо под ноги Павла. Спустя какое-то мгновение парень смутно различил предмет, лежащий перед ним. Даже тех жалких крох света от окон многоэтажки хватило, чтобы разглядеть предмет. Это была человеческая рука. Определить мужская она или женская было невозможно. Но вот куски мяса и расплывающиеся лужицы крови под ней были видны хорошо. В фильмах в таких ситуациях главные герои обычно визжат как сумасшедшие. Паша же не смог выдать даже легкого писка. А умолча посмотрел на руку, которая лежала прямо под его ногами. И даже почувствовал запах мяса и крови, который исходил от нее. Забулдыга тем временем начал поворачиваться и парень с удивлением отметил про себя, что сейчас самое время было повернуться и бежать. Бежать так быстро и так долго, как никогда до этого. Только вот ноги будто бы приросли к земле и сдвинуть их с места не смогла бы никакая сила. Когда Забулдыга наконец-то повернулся, Павел даже как-то обрадовался, что не может рассмотреть лица субъекта. Он не знал почему, но был твердо уверен, что если увидит сейчас лицо этого алкаша, то тогда точно попросту обмочится. Страх начал отпускать парня постепенно. Те несколько секунд, которые он потратил на то, чтобы собраться с духом, показались ему вечностью. Очень осторожно Павел начал отступать назад, причем шел он спиной вперед, не спуская глаз алкаша. Тот, казалось, застыл на какое-то время, когда увидел отступающего парня. Павел отошел примерно на 10 шагов, не переставая думать об абсурдности ситуации. Пошел он, значит, искать бродяжку в качестве груши. Мститель, нашелся, мать твою! Теперь вот нашел какого-то урода, который в мешок затолкал человеческую руку. Охуеть, поворот! Парень вдруг заметил, что алкаш начал двигаться к нему. Он шел за плетающейся походкой, подволакивая мешок за собой. Он продолжил что-то сопеть и пыхтеть, пока тащился по асфальту вслед за Пашей. Парень, в свою очередь, испугался так сильно, что чуть было попросту не завыл. Было что-то в походке про пользу настолько неестественное, что буквально все инстинкты вопили о необходимости бежать, сломяя голову. Осознание этого факта вызывало жгучее чувство стыда. Пошел нахер! Фигура в темноте остановилась. Начали раздаваться такие звуки, словно бы он тягивал воздух носа. Потом алкаш вдруг резко кашлянул вместо хихикки. Наверное, он что-то сказал. Но эти звуки показались Павлу смесью хихиканье, рычания и подвывания. Этот факт, а также то, что каш вдруг резко подобрался и довольно резко поскакал в сторону парня, наконец-то окончательно сняли паралич с ног. Павел развернулся и рванул так быстро, насколько только мог. В первое время ноги казались забитыми свинцом, но потом постепенно мышцы разогрелись и бежать стало полегче. Ветер свистел в ушах Павла, и пока он бежал по темному двору, не переставая молить всех богов, чтобы не споткнуться об что-нибудь в этой темноте, за ним какими-то неестественными полупрыжками гнался лкаш. Парень увидел способ его передвижения лишь мельком, но даже этого хватило, чтобы вызвать такой панический приступ страха, что он побежал еще быстрее. Уже абсолютно ничего не стесняясь, Павел плакал прямо на бегу, поскуливая, как мальчишка. Свет погас уже во многих окнах, и дорожка просматривалась уже хуже. Парень на бегу споткнулся обо что-то, чуть было не навернулся, лишь чудом удержав равновесие. Однако даже такой короткой заминки субъекту хватило для того, чтобы сократить расстояние между ними чуть ли не вдвое. Теперь Павла от алкаша разделялись всего каких-то 3 или 4 метра. Алкаш все так же несся в припрыжку, не выпуская из рук своего мешка. Он хихикал себе под нос и шумно вдыхал воздух носом. Эти звуки страшной чувства опасности заставили Пашу совершить такое, на что бы он никогда не решился в другой ситуации. Не переставая бежать и стараясь не сбить дыхание, парень закричал «А-а-а! Помогите! Помогите!» Сзади был никакой не алкоголик, не бродяжка. Это даже человеком назвать было сложно. Павл друг так ясно это осознал, что крикнул еще пару раз. На это он услышал лишь мерзкое хихиканье и какое-то подобие блеяния за спиной. От этих звуков парень аж звыл и побежал еще быстрее. Господи, только бы добежать до дороги. Там фонари освещают улицу. Почему-то Павлу казалось, что эта тварь боится света. И если он достигнет мощных фонарей, то она непременно отстанет от него. Вспомнилось, как еще совсем недавно Паша сам себе казался хищником, который вышел на охоту. Отбывало его чувство уверенности и превосходство не осталось в следах. Все это вытеснил животный ужас, который гнал парня вперед. Вид показавшихся фонарей придал парню сил. И Павел припустил еще быстрее. Тварь не отставала и по-прежнему скакала за ним следом, сохраняя дистанцию. Кто или что бы это ни было, с дыхалкой там было все нормально. Сам Паша, к счастью, тоже пока не испытывал проблем с одышкой. Он бежал очень быстро, но держал темп. Да здравствует спорт. На проезжую часть Павел выскочил как-то даже неожиданно. Вот он несется под ворожки дворика и тут бац, а он выбегает на разделенную разметкой асфальтовую дорогу. Он и не подумал останавливаться, а тут же свернул в сторону города и рванул туда. К ужасу Павла, даже при наличии фонарей, пыхтение сзади ничуть не отставало. Значит, старинная детская отговорка, что чудища боятся света, не оправдала себя. Теперь в мозгу парня четко сформировался один простой факт. Его жизнь напрямую зависела от его мускулов. Чем дольше он продержится, тем большая вероятность добежать до людей, где с этой абразиной уже можно будет как-то справиться. К счастью, дорога была ровная и Павлу приходилось относительно легко. Хотя этот темп уже начал его утомлять. Даже с его спортивной подготовкой такую скорость держать постоянно было просто нереально. Адреналин сделал свое дело и придал мышцам сил для рывка, который, возможно, спас парню жизнь. И он все еще перебирает ногами по асфальту, а не лежит в мешке алкаша. Теперь счет шел уже на минуты, и Павел отчетливо понял, что если он не придумает что-нибудь в ближайшее время, то ему, скорее всего, придет конец. Осознание этого очень простого факта вызвало в нем неподдельный ужас. Он больше не увидит маму, Кати или Димона, не пойдет в универ, не выпьет пивка с парнями после занятий, не будет до седьмого пота вкалывать на тренировке. Раздавшиеся голоса из двора показались Павлу буквально чудом. Он рванул в сторону того двора, откуда доносились людские голоса. Неважно, какие, сколько их или кто это вообще. Самое главное, что это люди, которые бегают не в припрыжку, не сопят и не блеют. И самое главное, они таскают с собой мешки с человеческими руками. Это была какая-то студенческая компания, которая засиделась допоздна на детской площадке. Трое парней и две девушки распределились по качелям и скамейкам, разговаривая на свои темы. Павел услышал, как сзади донеслось недовольное кряхтение, и вдруг с единым ужасом в сердце почувствовал прикосновение к куртке. Тварь, поняв, что добыча может сорваться, прибавила скорости. Паша визгнул, как девчонка, и рванул со всех ног спасительной компании ребят. Услышав его крик, студенты обернулись в его сторону, а шаги и кряхтения сзади тут же исчезли, словно их и не было. «Ты чего орешь?» Вперед вышел самый крупный из компании, явно озадаченный таким скриком от здоровяка и тем фактом, что он выбежал прямо на их компанию. Павел ничего не мог сказать. Он упал на скамью и тяжело дышал. Студенты явно были удивлены его появлению, и теперь настороженно расспрашивали его о том, что случилось. Сбившим голосом Паша сказал, что на него напали, но он смог убежать. «Офигеть, а с виду такой здоровяк!» Усмехнулся один из парней, но на него тут же шикнула девушка. Павел мельком бросил взгляд за плечо. Там, в тени маленького деревца, если присмотреться как следует, можно было разглядеть грузный силуэт с мешком за плечом. Сейчас свет фонаря частично освещал его, и Паша увидел вязаную шапочку на голове алкаша и частично его лицо. Плоская, лишенная век морда пялилась на него там из темноты. И парень был абсолютно уверен, что тварь сопела и кряхтела себе под нос. Павел не помнил, как добрался до дома. Видимо, та компания студентов вызвала ему такси и отправила по названному адресу. Мама еще не спала, и увидев сына, переполошилась не на шутку. Паша смог убедить ее, что это были попросту какие-то хулиганы, но он смог сбежать, и все с ним нормально. Не сразу, но мать все-таки поверила ему. Спалось-то ночью очень плохо. Постоянно снились хихикания и сопения, мерещились фигуры мешковатых в плащах за окном. Тщетно Павел себя успокаивал, что живет на пятом этаже и никого за окном быть попросту не может. Из-за всех этих тяжелых мыслей и разгулявшегося воображения заснул Павел лишь под утро. Днем страх уже отступил, и Павел даже начал испытывать стыд по поводу своего поведения. И явно же это был какой-то спившийся мудак, который словил белочку и поэтому вел себя неадекватно. Да и мало ли сейчас шизиков вокруг, тем более в таком районе, где стояли бараки. Неприятным открытием для него стало то, что он потерял свой телефон. Видимо, тот выпал из кармана в суматохе погони. Проклиная себя за трусость, Павел пришел в универ на пары. Перед аудиторией его встретил Дима. «Братан, ты че, совсем с ума сошел?» Сразу же спросил его друг. «В смысле?» Не понял Павел. «Да ты, блин, звонил мне вчера раз в двести. Я трубку беру, а ты молчишь. Сопишь и чего-то там хихикаешь». Ответил Дима, глядя на друга, как на дурачка. Ответить Павлу было нечего. Всем спасибо за прослушивание. Присылайте свои истории. Делитесь данными историями. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И обязательно еще увидимся. Пишите комментарии. Продолжение следует...